Здесь есть два важных момента в этой сети. Во-первых, это функция активации ReLU. А во-вторых, это вот эти две последовательные свертки без MaxPooling. Зачем нужны вот эти вот две свертки без MaxPooling? Этот трюк пришел к нам из-за того, что у авторов просто не хватало оперативной памяти, чтобы прогнать хотя бы одну картинку, когда вот здесь стоит свертка 5х5, после которой идет ReLU. Соответственно, авторы вместо свертки 5х5 применили последовательно две свертки 3х3. Как это работает? Вот у нас есть свертка 5х5. Она захватывает область размером 5х5. Как работает свертка 3х3, после которой идет еще одна 3х3? Вот наша последняя свертка 3х3. Она учитывает вот такую область, небольшую, 3х3. Но каждая из этих значений в этой области зависит. Вот, например, вот это значение зависит от области 3х3 в предыдущем слое. А вот в этой точке значение на предыдущем слое зависит от области 3х3 на еще одном предыдущем слое. Таким образом, после применения двух последовательных сверток 3х3 у нас получается область, которую мы учитываем, такого же размера, как у свертки 5х5. Есть специальное понятие, которое описывает вот эту область, которую мы учитываем. Оно называется Receptive Field. Какого размера будет Receptive Field, когда мы применяем последовательно 3 свертки 3х3? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова